ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Это как вопрос с кабинками ресторана. Раньше невозможно было увидеть девушку, которая сидит в ресторане и кушает 10 лет назад. Это было вообще немыслимо. Часто бывает здесь женщины, когда приезжают, они напрягаются тем, что это как туристы. Напрягается то, что при общении мужчина не смотрит в глаза женщине. Это в принципе обусловлено религией и так далее, что мужчина учит тупить взор. Потому что это может вызывать... Мужчина может построить глазки или женщина может какой-то... И поэтому лучше с точки зрения... Не религиозных, это с точки зрения всех халяльных движений, что не надо себя искушать. И у меня один раз было, здесь пришла какая-то девушка, она стала курить. Я к ней подошел, я говорю, слушай, у меня вообще нет претензий в том, что ты куришь. Я вообще, типа, условно... Просто пойми, я говорю, это здесь немножко небезопасно, потому что это привлечет к тебе излишнее неправильное внимание. Если ты хочешь правильное внимание, но как бы не транслируй со своей стороны, здесь это считается неправильным. Если ты в Москве можешь встать, покурить где-то там, здесь это вызовет сразу, о, смотри, курящая. Курящая это значит... Хотя при этом все, все курят здесь, женщины. Просто это, вот я говорю, местные девушки. Ну, не все, очень много девушек курят, которые делают это втайне, куда-то в туалетах. И это целое, знаешь, покурить, пойдем там. Это целое событие для местных девчонок. Здесь никогда не будет никакой правды чистой, открытой, честной. Здесь всегда будет, ну, как бы сказать, умалчивание, либо просто молчание, потому что никто никогда не скажет по-настоящему то, что есть. Меня больше всего в этом всем смущает, что многие здесь сейчас дагестанцы мнят из себя пипец, как иргорцы, но там нету, понимаешь, за что зацепиться уже. То есть ты можешь вот эту бороду сколько угодно ее ровнять, ты можешь сколько угодно в качалку ходить, ты можешь сколько угодно из себя строить, какого-то там, типа, лютого горца на тачке хасанить, ездить и вот это все, вот это, да, быть каким-то дерзким и так далее. Но и душок у тебя там, ты там в драку полезешь. Но здесь другое, здесь как бы благородство, знание своих человеческих вещей, которые были там в этих людях простых. Потому что все стали непростые, вот как бы все стали какими-то такими сложными. Здесь все боятся, знаешь, чего, самого главного, что мой сын придет, вот сегодня, то, что я говорил, что завтра мой сын придет и скажет, что вот он там, я не, ну там, он там гей. Или там моя дочка придет, скажет, что она там лесбиянка. Вот это прям страх всех мужиков. И у меня такое ощущение, что этот страх, он формирует, наоборот, еще больше внимания, ну как бы оно, наоборот, притягивается. Здесь много построено на каких-то запретах в целом. Стендап-комиков дагестанского ни одного нету. Знаешь почему? Потому что если дагестанский стендап, он скажет, что он дагестанец, и он начнет говорить, типа там, в каком-нибудь юмористическом шоу, как-то матом, или как-то что-то, типа, говорить про то, что это, и он будет всегда подтверждать это, что я вот из Дагестана, из Дагестана и так далее, ему завтра придут и настучат по голове. Ну типа потому. В титрах укажем все названия вашего клуба и помощь, так что не волнуйтесь. Сколько тебе лет? 16? Будет все прекрасно. Удачи вам. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Все, инстаграм есть в странице? Да. А на какую работу именно тебя не взяли? Меня взяли, но потом уволили с должности абориста, но я там подрабатывал еще и официантом. Это где? В кафе Кунак на кольце в Каспийске. Какая причина объяснили? Причину очень доходчивое объяснение из-за волос. Что? Из-за волос выглядело. Из-за волос? Да. Почему? Ну, типа, здесь мужики ходят. Че? Потому что, на самом деле, это, конечно, его личное дело, но мы не можем указывать. У нас в Дагестане не приемли мы парню, чтобы с такими волосами было. Ну, а я ведь отращу по Суне. По Суне? А все остальное сто процентов соблюдаешь? Не сто процентов, но вот. Прежде чем Суну соблюдать, братишка мой, надо сперва фарс соблюдать. А Суну, а потом. Это молодежь, которая сегодня пытается сами себя находить оправдание, в том числе даже моей сынове. Я вам сказал, прежде чем Суну соблюдать, Суна это желаемое, за которое вознаграждение. Его нужно делать только после того, когда ты сто процентов выполняешь все остальные фарсы. Так что, я считаю, что мое личное мнение, это всего лишь отмазка молодых ребят. Каждый раз, когда я выхожу на улицу, общаюсь с кем-либо в интернете, а либо вопросы, либо утверждение в том, что это неправильно. Ты же говорил, что есть люди, которые там слышно, говорят, что если бы не твои кудряшки, ты бы вообще был пустым местом. Но это же проблемы этих людей. Типа, с их словами я мало-помалу справляюсь, становлюсь увереннее и так далее. В этом определенно больше радости, чем каких-либо страданий. Поэтому я реально счастлив, что выдался генетически, по крайней мере. А кто-то по национальности есть. А лизгин. Ну, ты говоришь, что не лизгинское? Немного, и в основном о ругательстве. Но понимаешь все, да? Не все. Знаешь, такие слова росло Гамзатова? Какие? Перевод на русский язык, смысл примерно такой. Если завтра умрет мой язык, пусть я умру сегодня от разрыва сердца. Знаю. Мы не знаем, где вы находитесь, когда смотрите этот фильм. Возможно, вы живете в Махачкале, а возможно, в Москве. Или пережидаете зиму в Таиланде. Вы можете быть где угодно. Мы не знаем ваш возраст. Вы можете оказаться подростком, а можете рекордсменом-долгожителем. Мы не знаем, чем вы занимаетесь. Возможно, вы только начинаете строить карьеру или готовитесь отметить юбилей пребывания на одном рабочем месте. А может, вы находитесь на распутье и мечтаете сменить сферу деятельности. Вы можете быть кем угодно. И вы можете стать кем угодно. Вот что мы точно о вас знаем. А еще мы знаем, кто может вам в этом помочь. Нетология – это образовательная платформа, где вы можете обучиться новой актуальной профессии или развить то дело, которым занимаетесь сейчас. Если вы пока не выбрали направление, можно попробовать, ничем не рискуя. Для этого Нетология разработала бесплатный курс «Основы интернет-маркетинга. Старт в профессии». По данным HeadHunter'а, интернет-маркетологи входят в десятку самых востребованных специалистов. На курсе вы можете узнать, какие качества и знания ценят работодатели, как делать базовые расчеты и анализировать данные. Решите задачи маркетолога в специально спроектированном тренажере. Разберетесь в зарплатах и вакансиях. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и проходите бесплатный курс «Основы интернет-маркетинга. Старт в профессии». А по промокоду Афиша у вас будет скидка 45% на платные онлайн-курсы в Нетологии. Вы можете быть кем угодно, но главное – быть счастливым. Субтитры создавал DimaTorzok 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 только есть и есть есть вы вы знаете если у вас во дворе есть у леда в этих улях что но хотелось бы чтоб мёд мёд на о вашем дворе чуть в стороне есть туалет и там есть свое содержание да да вот вы вместо того чтобы идти с улей взять мёд вы идете в туалет и оттуда выгребаете этим черпаком что я могу с вами сделать это вы не слушаете музыку нет я не слушаю не слушайте никак не слушаю музыка приводит тихо-тихо к разврату тихо-тихо прелюбодеянию вы знаете прелюбодеяние начинается вот с первого взгляда вот взгляд глаза встретились и это есть то семечко который кинули откуда возрастает уже прорастает все остальные деяния уже сближение контакт прелюбодеяние запрете огромная мудрость закрыта запрете ведь музыка это большая сила большая сила и очень очень важно какой посыл музыки такое слово идет музыка она двигает сферы она она береги души людей она меняет огромная сила в музыке тайна в музыке аку 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 да пошел по тату сорок гор позади всем ней беспредельны цветок растения света ради жизни все это отвоеван в основ на очереди бутткоу аку 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 монах выберет в атаку Расул Гамзатов, если вы знаете, он в свое время выступал против имама Шамиля, ну наш герой, да, это легендарная личность, он выступал против, и однажды имам Шамиль пришел к нему во сне, к Расулу Гамзатову. И говорит, Расул, ты что, на меня газуешь, грубо говоря, почему? Он говорит, я не могу понять, почему ты запретил музыку и запретил поэзию и запретил это все. А он ответил такими словами, знаешь, говорит, человек, который пришел, говорит, к этой стене и об этот запрет уперся, и развернулся, ушел, он говорит, значит, это не его, для него этот запрет. А если ты, несмотря на запрет, все равно пошел дальше, тогда и вопросы даже не существуют. Субтитры сделал DimaTorzok Каждый из нас на линии огня, а разве нет? Каждый из нас на линии огня, и не только музыкой, и, помимо других аспектов жизни. Но есть люди, которые стараются все-таки подальше от них? Но этим и прекрасно целое. Этим и прекрасно целое, повторяюсь. Потому что конгломерат разного и составляет целое. Если бы не было нас, целое бы не было целым. Редактор субтитров А.Семкин Браво! Кто-то пьет, кто-то не пьет. Вот ты же ходишь по Махачкале. Первый день в жизни. Первый день. Ну ты в магазин зайди, спиртной же продается. Еще не заходил. Ну зайди посмотри. Это ж не Саудовская Аравия, бля, чтоб не было пить. Это ж Россия. Там чистый кофе. До 2018 года, наверное, до 2018 года я, наверное, можно сказать, вообще не разбирался в кофе. Я тут же растворимый кофе или три в одном пил. А вот в 2016 году я поехал на учебу в Лондон и там начал посещать кофе. И мне было интересно наблюдать, смотреть. Как-то погрузился в эту субкультуру. И тогда уже стал более притязателем. Наверное, какой-то кофе. Абсолютно невыгодно. Это никакой не коммерческий проект. Это только для себя. Просто познание мира. Мне кажется, знаете, в чем смысл? Людям нужно место, где можно социализировать, где-то посидеть, поговорить. Например, в Москве это бары, где вечно можно пройти, выпить мино, какой-то коктейльчик. Здесь этого, как правило, нет. И людям все равно нужно общение. И вот эта атмосфера кофе это заменяет именно эти бары, пабы. Например, пабы в Лондоне, наверное. Здесь вот эти кофейни уютные, люди небольшие, где можно как-то посидеть, поговорить полушепотом. Мы пытаемся донести свою философию до людей, что так делать, допустим, нельзя. Нельзя взять мусор и оставить его возле урны, которая стоит возле кофейни. Нельзя приходить и ругаться с бариста, кичиться своей силой и так далее. Нельзя этого делать. Нельзя кидаться на гостей других. Нельзя к девушкам подкатывать. Что-то говорить. Если люди пришли, и вам не отвечают взаимности, не надо с ним лезть. Оставьте. У каждого должно быть маленькое кофейни, но у каждого есть свое пространство. Ближе не нужно туда лезть. Такие какие-то мысли, которые мы пытаемся донести. Кофе – это напиток свободы? Я думаю, да. Абсолютно. А что вы посмотрели в Москве? Да, я не знаю. Просто таритуция исполнилась. Тошно. 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 Ну, вообще, сама идея появилась. Я лежал в поликлинике. Мне делали операцию. И в соседнем отделении это было отделение патологическое, если я правильно сказал. Отделение ЛОР, в общем. И это все были молодые девушки. И мне интересно стало. Ну, я тогда не был так вовлечен в это. Я не интересовался. Я даже не знал, что делать операцию на носу. Я спросил ему, почему у вас такие носы? Они говорят, вот у меня. Там показывали свои фотки до. У меня знакомая делала операцию. Я у нее спрашивал, почему. У нее какие-то проблемы. У тебя же был хороший нос, красивый был. Ну, она отшучилась, говорит, ну, захотела. Ну, не хотела отвечать. Ну, ее право. А другие говорят разные вещи. Другая говорит то, что показывала у нее фотографию. Кажется, Наталья Арейра. Ну, в общем, она говорила, что я хочу быть похожей на нее. Я уже не помню. Возможно, путаюсь. Кто снимался в «Диком ангеле». Я их не писал нисколько конкретно. Если честно, я фотографировал себя, потому что у меня не было натурщиц. Я фотографировал себя и изменял. Делал, короче, женское лицо и свое. Я сперва сделал ее. Но в комментариях писали то, что, ну, не понимали, в чем суть. Кто-то догадался, что это про операцию пластическую. А кто-то говорил то, что, возможно, у нее муж деспот, тиран. И, ну, считали, что это версия правильная. Тогда я подумал то, что, чтобы как бы соотнести все версии, нужно сделать три работы. У кого-то из них, возможно, бьет муж. Это уже как человек видит. У кого-то разные мотивации. Допустим, кто-то гордо смотрит вперед и уже у него нет каких-то комплексов. Он знает, что это его твердое решение. Он идет вперед. Ну, она. И вот. Такой вид из-под лоби. Она смотрит с такой осторожностью, действительно. И, возможно, с небольшой агрессией. Потому что что-то, возможно, в ее жизни случилось такое нехорошее. Из-за чего она агрессивно воспринимает и все остальное окружающее. Был комплекс. Мне он не нравился. Мне казалось, что слишком грубо. Мои черты лица. Вот. Хотела я сделать давно. Решилась в этом году. Это влияние окружающих все. Стандарты красоты, которые нам внушают общество. Я могу сказать, что в корне все поменялось после операции на нос. И если бы... Если бы про... Я не про свою внешность. Про людей. Про вообще... Ну, даже будем говорить простым языком. Про внимание. То есть все поделилось на до и после. И, наверное, если бы сейчас мне кажется, что я смотрю, я думаю, я была красивая девушка. Ну, было чем брать помимо носа этого. И ничего он там так супер не портил. Но я бы все равно сделал. Еще раз. Нет, он просто ушел без каких-либо слов. После этого был судебный процесс достаточно долгий и все. Судебный процесс? Да, типа по алиментам, по детям. А чем закончился судебный процесс? Тем, что мы остались у мамы и все. А раньше мне это не интересовало, но сейчас я бы поговорю с ним об этом. Потому что я не понимаю, что может заставить двухметрового мужчину бросить женщину одну с тремя детьми. А перед тобой отец не извинялся? Нет. Твоя мама приняла извинения? Да, она никогда не злилась на него. Она очень понимающая и мудрая женщина. Ну да, сегодня забавно было, когда она сказала, что отец-то какой красивый. А ты чувствуешь обиду? Нет. Я давно нашел в себе какие-то силы опростить, забыть, понять. У всего есть какие-то причины. И если я не хочу их узнавать, не хочу как-то докопаться до истины, я просто прощаю, не замечаю и так далее. Потому что мне-то что? Мы приехали опять дальше мешком. Да, а где лутсерфинг, интересно? Это вообще не дагестанский парень. Мне стыдно, говорю откровенно, что у нас в Дагестане есть вот такие ребята. Прям вот так? Реально, говорю, мне стыдно, что наш мир туда катится. И что увидев это, показал Дагестан не такой, какой он был раньше. И сейчас, что у нас вот такие ребята появились, это плохо. Это плохо для Кавказа, это плохо для Дагестана. В нем мужского вообще мало. . . . Продолжение следует... 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 не знаю честно такой вопрос я не знаю просто не имею бы сажать как с этим бороться так будущем тоже это будет как это происходит как это со складывается я не могу сказать глобальный вопрос 2 у тебя есть знакомые друзья которые отношения с женщинами не регистрируют ни мечеть или не идут взять все как положено женятся меча мечеть не нравится практика которая называется гражданский брак нет почему гражданский брак это как то это когда просто мужчина женщина нет 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 это запрещено у нас с вами вообще это неправильно как ты думаешь такой искусств гражданского брака может возникнуть по шкале или у него нет перспективы нет не может даже если будет не туристам туристам что могу сказать только соответствует как-то каким-то хотя бы нормам наши менталитета и думаю ничего там плохого нет но и все привет меня зовут светлана анохина я журналист дагестанский родилась в махачкале и в общем большая часть жизни там прожила и вот последние полгода я там не жил насколько я поняла вы разгуливаете сейчас в моей квартире вместе со съемочной группой мне это приятно и немножко тревожным то что сама я в ней не была с 20 июня 2021 года 2014 году я стала главным редактором портала доптар женское пространство кавказа и так как у нас там был прием обращений и телефоны юристов и психологов которые должны были помочь то в эту мою бедную квартиру стали вваливаться не только друзья а в кабинетике я стала ночевать чаще потому что стали обращаться женщины женщины которым нужна была срочная помощь и у которых больше никого не было вот так же мне чаще пришлось покупать какие-то новые шмотки потому что иногда они сбегали из дома в чем были так вот я отдала любимые кеды девочка была в сланцах и у нее на руках было двое детей и не заживший перелом ключицы бежала она потому что ей не позволяли разводиться с мужем и родной дядя ее так вот избил за упрямство еще останавливалась женщина в мае прошлого года она прилетела из москвы забрать дочерей у мужа он их просто увез в тагестан и отдавать не желал мы не только забрали этих детей потом они у меня тоже ночевали несколько ночей мы еще и подали заявление в следственный комитет потому что папа считал нормальным не только бить их и третировать он считал нормальным спать с ними на одном диване но вот в какой-то момент стало понятно что квартира слишком маленькая и меня вытесняет это все из жизни и и тогда тогда собственно и возникла группа марим я ее придумала эта группа активистская там профессиональных правозащитников нет просто есть обычные люди которые понимают как нужно действовать и у которых немножко больше ресурсов вот и когда появилась группа марим то мы нашли новую кризисную квартиру которую сначала оплачивали сами потом нас появились кое-какие деньги нам стали на инстаграм пересылать какие-то пожертвования и мы могли ее оплачивать она у нас была недолго она была хорошая в ней где-то с января до июня через нее прошло человек 19 10 июня прошлого года она накрылась она прекратила свое существование потому что мы приняли туда халимат тарамову и аню манилову и в результате этого нашу бедную квартиру штурмовали объединенные силы пакистанской чеченской полиции признать простую вещь что нельзя применять насилие в отношении детей жены сестры какой-то родственницы что ты не имеешь право этого делать не наше общество не государство не полиция не желает а следовательно те кто помогает таким женщинам расцениваются как преступники и вот я собственно говоря и узнала что мне пытаются навесить обвинения в похищении халимат а потом и этих казанских девочек бежавших казань в удерживании насильственном какое насильственное удерживание я кота одноглазого который ко мне приходил вот в эту мою квартиру время от времени это удержать не могла потому что он хотел уходить а значит его надо было отпустить вот когда это все стало очевидно и было понятно что посадить не посадят но крови попортят изрядно я собралась ввела глазами всю свою небольшую квартирку шляпки любимые схлипнула и уехала пока я за границей в другой стране и иногда тоскую до иногда тоскую по тому виду из окна который у меня был сейчас у меня прекрасный вид огромный город лежит передо мною он светится огнями а там был виден обычный махачкалинский двор со всеми пристройками но это был мой дом и я скучаю махачкалинский двор со всеми везде Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Давайте грубо скажем, нет, например, слово «мат» происходит от, ну, основное ругательство на мать, условно. У меня была история, сама, когда я в первом курсе, там только приехал из Дагестана в первом курсе, и какой-то из моих одногруппников меня на мать, короче. И я ему даже стукнул за это, вот прям, прям у меня был конфликт, и он так, я говорю, ты что, то есть, представьте себе просто в Дагестане кого-то задеть на мать, это, это, как бы, не знаю, круче, наверное, оскорбления нету. И если мы возвращаемся несколько, там, поколений назад или поколений назад, за это можно было еще убить, короче. Для меня это вот, то, что я его одиннадцатукнул, это меньшее, что я мог сделать. И то я это сделал с пониманием того, что, да, наверное, для него это вообще, как бы, не это, но не реагирует для... Я просто не мог. Мы не можем полностью встать вот в тот этот мир либерализма, гуманизма, где человек, самое главное, что есть в жизни. Человек в гуманизме, он важен сам по себе, а в религиозном смысле он важен только в том смысле, пока он живет по своей инструкции, по инструкции Господа. То есть, сам по себе человек, если он нарушает запреты, нарушает правила, которые для него существуют, он уже не такую ценность не представляет. И поэтому тут борьба гуманизма, религиозных, не знаю, как бы, ну вот, либерализма и консерватизма. Поэтому мы должны, как бы, найти такой баланс, паритет, чтобы мы, дагестанцы, сохранили свою идентичность и то, что мы считаем истиной, правильным, но при этом не законсервировались, не превратились в тех, кого завтра... Просто тут вопрос безопасности, просто если мы... История показывает все те, кто законсервировались, они отправлялись на свалку истории. Арсен наш президент, да? Я хочу спросить, вот Дагестан очень заинтересован, он может жить туризмом в силу своего потенциала. Как вы думаете, какой будет модус операнди, если здесь у нас будут появляться мужчины, которые держатся за руки или, скажем, трансгендеры? Кстати, ну, мужчины, держащиеся за руки, это вообще не проблема в Дагестане. У нас они друг на друга вешаются, в том смысле, что, ну, я сейчас, в моей молодости, друзья могли вот так просто в обнимку ходить и... Но это другое. А насчет, ну, я думаю, что это та степень, когда атомную станцию начинает близко к разрыву. И если мы начнем относиться толерантно к публичным, то есть именно публичным, я против, чтобы кто-то кому-то заглядывал в спальню, там, в окна и все такое, выискивал. Вообще, это выискивание, это очень плохое, и в исламе тоже не допускается выискивание греха кого-то там, но соглашаться с этим, мне кажется, это уже мы, мы уже перестаним быть дагестанцами, я думаю, что это точно. И Россия потеряет такую вот экзотическую точку, которая там привлекательна этно-туристам, если здесь это будет как за норм. И курорта на Каспии не будет. Даст Бог. Я работала в обычной парикмахерской. Набиралась опыт татама, получается. Так вот. В обычных парикмахерских все-таки девушки тоже работают, а именно в барбершопах это редкость, да. Я была замужа, развелась, у меня ребенок. Я работала, когда в обычном зале тоже, в обычных парикмахерских работала, там я принимала и женщин тоже, все вместе, как бы женщины, мужчины. Потом я поняла, что мне тяжело работать с женщинами. Получается, пошла обучаться. Это я обучалась этому в Тюмени, не здесь. Вы жили в Тюмени? Да. Я жила там почти 3-4 года. Нет. Просто так получилось, что у меня ребенок ДЦП, и он нуждался постоянным лечением. мне помогает моя родная мама. Она в Махачкале? Да, она в Махачкале. Мы живем вместе. Она мне с ней помогает, основной она. Смотрит они, пока она работает. Все-таки наши женщины как бы терпят до того момента, пока уже не станет все хуже и хуже. И это годы проходят. Поэтому, конечно, у нас сразу не разводятся семьи. Они терпят 3 года, 5 лет, 10 лет. Ну, конечно, потом уже они разводятся. Потом все-таки приходят к разводу. Кто хочет, там, что-то такой вопрос решить, они идут к муле, да, в мечеть. Там они решают такие вопросы. Ну, наверное, есть такие. Синамористам не ходят? Нет, у нас не ходят. Я, наверное, столкнулась как бы со своей ситуацией, если так понять, да, в плане этого. Поэтому у меня и развод получился, потому что мой муж как бы не был хозяин как бы, да, дома всего. Как лидером я была. Асхат, а ты знаешь кого-то, кто ходит? В Дагестане из моих знакомых, да, и довольно много людей, но им это не помогают. А можешь какой-то конкретный случай рассказать? У меня есть подруга, я не буду назвать именем. Последний раз, когда она пришла к психотерапевту, после этого она приходит ко мне в слезах и говорит, что он как будто на зло давит на больные темы. А какие проблемы у твоей подруги, если не секретные? Не понимающая семья, которая только сейчас пытается как-то влиться в семейные отношения. Хотя раньше всего этого не было, все было в таких враждебных нотах, и после этого все это в любовь-тепло воспринимается как лицемерие. Ну, мне так кажется. А как ты бы охарактеризовал, ну вот, в чем основное противостояние, ну и конфликт в чем? Ну, а две разные культуры. Культура, скажем, ислама, в которой, допустим, нельзя как-то контактировать лицам женского пола с мужчинами, а если они не являются вашими братьями, мужьями, отцами, и то, как часто сейчас наши молодые девочки близко общаются с пацанами, учитывая, что они не являются их ни женихами, ни братьями, ни мужьями, ни отцами. И таких условностей, в которых эти два мира сталкиваются, очень много. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бастер Да Хаски Оксимирон Да Нет Да Кендрик Ламак Да В России почему-то Каждый Субтитры создавал DimaTorzok У меня вот дочка родилась, я не хочу, чтобы она слышала, как папа у материться. Вам, что называется, предъявляли за то, чем вы занимаетесь? Да Ну я считаю, что просто исходя из своей философии жизни я прав, я как-то не хочу от нее отступаться. Опять же, я считаю, что если я родился здесь, это не должно на меня никакие рамки накидывать. Это не значит, что я сейчас собираюсь делать все что угодно там, вести себя... Или почитать дудку или садь. Да, вести себя как-то, не знаю, неподобающе, излишне. Я себя веду нормально даже в рамках Дагестана, но это не потому что я здесь родился, а потому что я просто так меня воспитали. Даже родители, которые спокойно к этому относятся, они не дадут тебе здесь жить с твоей девушкой, короче. Вы можете максимум встречаться с ней, и то без естественно полового контакта, условно. Без секса. Вообще. Как? Да вот так вот. Два его рода негри в Дагестане. Это кто? Отдельный вид, знаете, такой, который в боско ходит и вот так живет. Ломай уши. Ломай уши. Да, ломай уши. В инстаграме есть ломаем уши. Так, давайте посмотрим. Подождите. Ну ладно, ну гоните. Сидите в подписи. Ломаем уши. Это выглядит страшно. Ну вот. Мы уедем, когда будет возможность. Когда там кому-то из нас предложат контракт, мы уедем отсюда. Давайте я вам включу то, что вы точно в Дагестане не ожидали услышать. Хорошо. У меня прям очень много инструментала, музыки и мало скажет. В Дагестане, в Избирбаши, на старой студии, даже хуже, чем здесь раз в сто я записал альбом. Находясь здесь, выпустил его. И я заработал, на самом деле, очень много денег. У меня все получилось. Ну в Избирбаши здесь, в Дагестане, в своем городе. И уехал в Москву, так меня позвали. Мне предложили контракт, я туда уехал. Вот почему я говорю, что именно здесь можно вырваться. Абсолютно. То есть главное, это момент и случай. Просто случай решает. Абсолютно. Абсолютно. Его завтра уволят. Абсолютно. 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 Я смотрела в детстве «Ромео Джалетто» чисто потому, что мне нравились костюмы. Я еще не особо понимала всю эту драму, которая там разворачивалась. Я очень отчетливо помню, что это прямо было такое впечатление, И от всего этого замеса костюмов, музыки, минорота, актеры, все вот это действие, мне кажется, что это тоже в копилку того, что потом начала меня сформировать дальше уже как дизайнера. Очень многие бренды, в принципе, западные, которые вообще никакого отношения не имеют к исламу, но просто тоже, видимо, привлекают эти ценности именно закрытия такой женской красоты, и очень многие используют вот эти принципы какой-то свободной и закрытой одежды. Наш стиль, он далёк от какого-то вот этой прочной такой ассоциации с восточной одеждой. Далёк. Ну, мне так кажется, я не знаю, как это выглядит со стороны. Создаётся ощущение, что все дагестанки под гнётом находятся, мужчины, они, условно, они не могут решать за себя и за свою семью, что очень много насилия. Безусловно, это присутствует так же, как и вообще везде. Просто если где-то на этом не делается такой сильный акцент, условно, у нас делается, и у всех состоится впечатление, что мы вот в таких очень суровых реалиях живём до сих пор, в таком очень жёстком патриархате. Но на самом деле в общей массе это не так. Продолжение следует... Продолжение следует... Я вышел из больницы без каких-либо навыков к социализации. И с того момента я просто развивался в плане внешности, в плане начитанности и всего такого. Но опять же не социализации, а среднюю учитывая, а моё заикание, стеснительность и всё такое. Допустим, моё стремление в жизни это опонять себя, людей вокруг меня, в принципе, опонять этот мир. А у них, не в обиду сказано это, подраться с кем-нибудь, подцепить какую-нибудь няшечку и что-то в этом роде. И мне просто становится неинтересно. Скажи, пожалуйста, Асхаб, может быть, нет проблем? Может, на самом деле тебе с ними неинтересно, и ты можешь найти тех, с кем тебе интересно, и ты благополучно общаешься с ними? Или вот всё-таки есть такая проблема? Тебе говорят, надо найти общее запись на них. Мне никто не говорит, в вопросе, с кем по-моему общаться, я волен выбирать сам. И проблема, как я вижу, только в том, что я не могу найти таких людей. А с каких пор ты заликаешься? С какого возраста? С садиком. С садиком. Ты обращался к логопеду? А были какие-то продвижения? Никаких за год. За год работы с логопедом не было продвижения? То есть мы можем ментально выбирать себе любого возраста человека и прекрасно с ним общаться. Ведь социальные сети, интернет, потом наличие клубов общения или каких-то интересных заведений решают эту проблему. Вы не решили с помощью интернета и клубов? 50 на 50. То есть на половину проблема решена? В интернете всё дело, а как обстоит? От каждого человека, он просто надевает на себя удобную маску, скажем так, и с помощью неё с кем-то общается. Но я же не могу на этом строить общение. Может, мне не хватает доверия к человеку? Как бы Вы посоветовали справляться с уходом человека из моей жизни? Из моей жизни? Да. То есть Вы говорите о том, что Вы соприкоснулись с потерей человека близкого? Да. И Вы страдаете? Я чувствую, что я постоянно отпускаю всё больше, но потом всё это накатывает, и дичайшая апатия на несколько дней. Я просто не могу ничего делать. Если бы мы были в реальной консультации, я задал бы Вам миллион вопросов, прежде чем ответить на этот вопрос. Но вообще могу сказать, что существует такая концепция эгоцентричного отношения к близким, когда мы переживаем больше не по поводу него, а по поводу себя, потому что теперь нет этого человека, через которого я отражаюсь, и который меня радует. Поэтому если мы пересмотрим отношения к жизни как к здоровой, эгоистичной жизни, где мы можем развиваться и общаться с людьми, и в том числе их отпускать, в том числе их отпускать, потому что изначально мы где-то к семи годам понимаем, что жизнь конечна. И здесь очень важно взять восточную философию, в которой рассказывается о том, что надо уважительно относиться к уходу. Если мы учтем, что я в своей жизни заинтересован по большей части в том, чтобы понимать этот мир людей вокруг меня и, в первую очередь, самого себя, мне профессия модели подходит больше всего, потому что в рабочем процессе я нахожу время для того, чтобы общаться со многими интересными людьми. Например, как сейчас с вами, с Игорем, с Владом. Но в культуре Дагестана к мальчикам-моделям очень буренебрежительно относятся. А вы как? Ну, с точки зрения вашего выбора, я отношусь к вам с уважением, это ваш выбор. И я не имею права никак, никаким образом оценивать ваш выбор. С точки зрения того, что в Дагестане неприемлемо или относятся к этому с опаской, я тоже это понимаю. Еще раз повторюсь, что есть традиции, которые годами и веками складывались в Дагестане, и людям сложно выходить из этих традиций, а в некоторых случаях и не рекомендуется выходить из них. Традиции, годами и веками накопленные, это те психологические взаимосвязи, которые находятся в народе, в этносе, и они очень важны. Они защищают народ от войны, они защищают народ от экономических потерь, от деградации общества. Поэтому поведение народа, поведение культуры, оно тоже достаточно понятное. То есть традиция это что-то, что нам необходимо для выживания? Это не обязательно, но чаще всего в традициях заложены те простые механизмы, которые годами тренировались, и они действительно больше на выживание. Вкратце он отступился за то, что мне один пацан дал пару раз в лицо. Вот, и я на следующий день, да, вот так вот, и все. Нашел его. Все такое, все. Он был бы очень хорошим боксером. Уверена. Модель боксера, кто по кайфу. Вот боксер ему идет. За 12 лет я понимаю, что у меня рак, у меня большая опухоль в районе легкого. Прихожу в больницу, мне говорят, что это третья стадия, не хочется, скажем, комбинированная лимфома. Смертность 80 на 20. И мне просто надо было слушать врачей, делать, что они говорят, и надеяться на лучшее, что я, в принципе, и делал. Со мной была мать, которая меня всегда поддерживала. Я ее, и этот симбиоз нам все время помогал. После химии я направился в Москву на паучевую терапию. И после нее я чувствовал себя прекрасно. Больше опухоли нет, и я рад. Я определенно верю в то, что есть что-то выше нас, что она создала, что повелевает нами, можно так сказать. Но концепция религии, она какая-то глупая, что ли. Найду себе работу, может быть, модель. И поеду в Москву уже, потому что там много людей ждут меня. Что? Москва ждет. Москва ждет. Меня никто не предупреждал, вот, что сегодня тренировать будет мужчина. А муж был бы против? Да, муж был бы очень сильно против. Но у меня золовка поддержалась, сказала, мы пришли, значит, надо отбываться. Крутая золовка. Да, золовка у меня очень крутая. Я вообще считаю, что Дагестане нужен феминизм. И нужен он давно, потому что лет 20, может, даже 25, мы стоим в простое. В плане женского образования. Потому что мужчинам многое дозволено в Дагестане, а женщинам почему-то многое не дозволено. Мне кажется, что Дагестану нужна своя школа, где женщин будут учить самообороне. Потому что у женщин есть много таких, как сказать, к женщинам есть много упреков, что она не должна делать, как она не должна себя висеть. Мужчины это могут сказать, что они хорошо относятся, им не нужна самооборона. Я думаю, что это лишнее, это ни к чему. А кто это накажет? В смысле есть вообще-то заявление, которое... Нет, ну, в смысле... Я могу тебе привести самый такой яркий пример. Нина Церетилу, это моя знакомая. Про нее очень много тоже снимали. Это девушка, у которой трое детей, и у нее отняли детей. Потому что... Ну, вот я могу тебе рассказать. Я могу же рассказать? Хорошо. Просто ты, ты что долго? Мы все время паришь, что я много времени не буду. Ага. Вот. Это девушка, которая выглядит чуть-чуть неформальной для Махачкалы. То есть у нее короткая стрижка. Чтобы ты понимала, что такое неформальная для Махачкалы, у нее короткая стрижка, наколки, там, пирси. Понимаете? Но она там, короче, она хорошая мать. Она, у нее свой бизнес, она там за своими детьми всегда ухаживала, всегда, ну, любит своих детей, она все для них делала. Но тут в один момент она была покрытая, потом она раскрылась. А, так дорого? Да. Да, но потом... А в такой Дагестане не принимают, ты извинешь, не переживай. Ну, там много всяких моментов. И муж сказал... А, и она ушла с детьми, ну, со своими детьми, ушла от мужа, потому что он ее бил. Во время беременности ее он ее бил. Когда она родила детей, он ее убил. То есть там муж, короче, тиран облюден. И она ушла от этого мужа, правильнее сделала. И тут такой момент, потому что он забирает детей, а не дает ей жить с этими детьми. Она... Ну, вот, пошли в суд. Как бы она и он, чтобы своих... Ну, понять, да кто кому-то вообще идет. Может, там, побеги, там, боя. Ну, короче, я поняла, да? И в итоге суд решил, что Нина выглядит неформально на Дагестане. У нее не такая прическа, она не так выглядит. Она там не так себя ведет. Хотя она ничего запрещающего для своих детей не делала. Да, и в итоге... Даже со мной случались моменты, когда как бы нужно было себя защищать, но я не знаю, как это делать. Таких историй, мне кажется, очень много. Потому что наши женщины как? Они привыкли терпеть. Вот это издавна пошло, даже от взрослых. То, что... Даже вот, например, если ее будет что-то не устраивать, она скажет взрослым. Они скажут, ну, он исправится, там, потерпи, подожди. Я знаю, да, но все-то идет с чего? То, что... Традиции. Традиции, окей. Почему женщина, ей бывает некуда уйти, и почему она там не может обеспечить своих детей, если она куда-то уйдет? Потому что нам изначально, когда мы растем, говорят... Вообще многим там что говорят? 5 классов закончили, замуж выходи там. Это же вообще ужас. Ладно, если 9 классов закончили, а теперь 9 классов. Я прошу мужчины, а кому так говорят? Очень многим. У меня моя накурсница на первом курсе вышла замуж, и родители не дали обучаться дальше. У меня тоже в школе 1 класса. Таких 6 классов забрали? Просто как бы я закончил учить от иностранных языков. У меня на курсе 180 человек, было 6 мальчиков. Все остальные девчонки, которые... Это какие года? Я поддерживаю связь с факультетом по сей день, и там все так... Но это во время СССР вы заканчивали? Но я не знаю, сколько вам было. Проблема семейного насилия есть по всей стране. Ну да, не только тут. Постольку, поскольку с Силетиловой мы близко общаемся... Я не знаю. Я тебе не назвал. Я и сказала, не может быть. Так уж вышло, что... Ну, не все мужчины... Мужчины. Поверь, поверь мне, я в зале веду селекцию, то есть из 100 мальчиков, включающих в бокс, мужчины для бокса будет один. Может быть. А из девочек? А? А из девочек? Из девочек больше. Муж, мужчины для семьи, для семьи, из 100 мальчиков тоже, наверное, будет один. И давайте так, все будет нормально тогда, когда мужчина будет мужчиной, а женщина будет женщиной. Я отучилась, и все. И потом вышла сразу замуж. Вот, меня не заставляли, я сама так хотела. В общем, но муж поддержал. У меня вот нет такого, чтобы он меня где-то в чем-то подавлял, еще что-то. У меня одна курс, тебе на первом курсе вышла замуж за взрослого мужика, ее дали замуж. Мне было ее очень сильно жаль. Я помню, я была на ее свадьбе. Да, я помню, ну, как часто бывает. Ну, обычный 15-летний ребенок не хочет замуж. Мы были на ее свадьбе. Почему не в тебе хотела? Я не верю в это. Как 15 лет можно хотеть? Какую роль сыграли родители в своем выборе? Я училась, у меня был последний курс. Я училась в Туле, в городе Лев, на медсестру, в медколледже. В общем, я там жила у дяди, поэтому... Ну, если бы я там была одна, меня бы, конечно, тоже не отправили в папу. Папа, ну, у меня такой. Не принимай таких вещей. Вот, но у меня там жил дядя, поэтому он был за меня спокоен. Я поехала, отучилась на последнем курсе, почти под конец. Я как-то не верила, да, в эти соцсети, познакомиться, не познакомиться. Я даже вот когда слышала, что там познакомились, выхожу замуж, я говорила, как можно в соцсетях пообщаться, выйти замуж. И я точно так же и познакомилась, честное слово. Вот если бы ты, мне кажется, изначально, да, росла в исламе... Нет, нет, нет. Мне кажется, у тебя другие понятия были бы скорее. Нет, у меня... Я очень люблю музыку, я талантливая. Я бы все равно ушла в музыку. А как правило, ислам не принимает музыку. То есть... Ну, а если с детства тебя растили бы, да? У тебя шейтаны там в голове. У меня есть знакомая, кстати, которая выросла вот в такой семье, и она сбежала от родителей, потому что они очень... Таких у меня, кстати, много. Сбежала от родителей. Да. Которые... Как бы сделал эффективный брак. Потому что она типа живет в Питере, хотя она живет здесь. И родители вот из аварской семьи, очень такое религиозное, ты не должна делать то, это, все, 25-е, на 10-е годы. Она должна выход... А девочка творческая. То есть ей в этом плане... Я не говорю, что творчество не равно ислам. Я говорю, что, к сожалению, здесь не принимают творчество. Ну, как для религии. И она не одна такая, чтобы ты понимала. Ну, два закона, ну, Махачкалы, да, Вегестана, в принципе. Можно все, главное, не спалиться, но это как... Это я уже говорил. Да. Вот. И самый главный закон, если ты слышишь от человека, что вот эта фраза, у нас так не принято, или у нас этого нет, особенно вот, когда это говорят радикально, значит, это цветет. Да. Вот, вот, попомни мои слова. Главное, что ты сейчас нас с вами был. Да, это самое важное, но с мамой-то мы увидимся. Вот вчера мы с ней тоже поссорились. Она привита это по-любому. Когда ты пристанешь? Не, она принимает, она принимает моего мужа, тем более она видит, что мы там на день рождения мы тусовались вместе, она еще пришла. Мы в моей школе тусовались, короче. И она пришла, вот... Там русская школа, все серьезно, да? У меня, да, у меня музыкальная, творческая студия, там барабаны, гитара, вокал. Я на тебя подписалась, ты его видишь у меня. Я всегда хотела на барабане сыграть. Ронетки помнишь? Да. Да, ранетки, да, ранетки, да. Вот мне все говорят, кстати, почему-то аналогия с ранетками, именно с Лерой. Да, Лера. Она офигенная вор. Да. И у меня всегда такая, когда дети смотрят, когда-нибудь можно попробовать? Попробую. У нас, кстати, пробный урок бесплатный, ты можешь попробовать. Да? У нас круто. У нас, кстати, один из барабанщиков религиозный тоже, а второй нет. У нас... Попробовать поиграть можно? Да, да. Приходи, у нас установка огромная. Я тебе даже... Давайте я тебе покажу, вообще тебе покажу. Я вокалистка, но я играю на гитаре и на фортепиано. Ну, я сейчас учусь только на барабанах, короче. Я не знаю, сколько мне еще надо будет учиться. Просто я, как бы, там ученики всегда, и я не могу попробовать. Подождите за мной. Это вот религиозный наш барабанщик. Он с нами в группе, кстати, да. Это твоя группа, да? Да. У нас, короче, разная. У нас и электрогитара, и классическая гитара. Я сейчас зайду. Заходи. Мне смешно становится, доказать. Да, здесь. Мне смешно от того, что есть запрос в республике с самым большим количеством мелковопятого скота и баранина, которая славится на весь мир, практически. Ну, ребята, мы мешаем. Ваши очки в тонкой оправе, ваша речь и так далее. Причёска. Причёска тоже не аутентичная. Да, да, не лысый, брутальный, коверкающий русский язык, а вот с хорошо причесанной головой и правильной, не совсем понятной речью. Интересно. Я родом из Черкеи, и в 10 лет я переехал в Черкее. Но самая уважаемая профессия в Черкее во все времена являлась именно профессия чабана. И в любом случае для того, чтобы мальчик стал мужчиной и понял, чем мы зарабатывали на жизнь, как мы существовали. И не то, чтобы даже тягости, а силу этой профессии, чтобы понять, нас всех отправляли обязательно в гору пости баранам. Отец у меня – это первый человек в селении Черкее, который закончил школу с медалей. Моя мама – это первая женщина в селении Черкее, которая поехала, поступила в ЛУЗ и получила высшее образование, как в той же самой фразе, да, в тогда еще в русских селениях слушались родители. Тогда в тагестанских селениях не принято было отдавать девушек на учебу, на высшее образование, потому что это было сравненно нечто, ну, нечто такое недопустимое. И мне есть с кем посоветоваться. Я советовался с родителями. Ты до сих пор живут? Да, да, да. Доброго здравия, спасибо Всевышнему. Мама, конечно, не с восторгом восприняла эту ситуацию. И не то, что пыталась отговорить, она мне приводила плюсы и минусы от того, что вот моего положения в Москве. Отец, он у меня, вот ту любовь к традициям Дагестана, которая есть, прививал сюда отец, он задал мне вопрос, после которого мне стало все ясно. Если ты тоже откажешься, а кто, по-твоему, должен тогда приехать и наладить порядок в городе? А в Дагестан, что такое Дагестан? Если внимательно посмотреть, это мировой шарик в одной локации. Далеко и не совсем по финансам получается поехать посмотреть на китайскую стену, пожалуйста, приезжайте в деревянную. Дерменская стена, деревянская крепость. Великолепный памятник истории. И это все можно наблюдать примерно, как она функционировала, защищала, работала в южной границе Дагестана. Хотите посмотреть на уникальные водопады? Пожалуйста, Хунзахский водопад, Салтинский водопад. Гранд каньон. Видели, имеется. Хунзахский каньон красивее и захватывающе. Потом. Швейцарские горы, Карадарская теснина и так далее. Просто это все в одной локации, сосредоточены уникальнейшие природные объекты и рукотворные объекты, которые для того, чтобы посетить Мачу-Пикчу, надо ехать на другой в конец света, приезжать в Магдагестан, посетить Алу-Гамсу. А где здесь Ибица? Ибица? Не скажу. Вот как раз так. Почему здесь нет никаких сетей, кроме Магнита? Почему нет Газпром нефти? Почему нет Лукойла? Хотя есть эти самые заправки в стиле Лукойла. Почему нет сетей? Это коррупция или что это? Это налоговая. Я уже затрагиваю этот момент. Я здесь всю эту минуту разводаю на налоговую. Потому что эти сетевые маркеты не вынесут конкуренции. Потому что вне налоговых схем существует очень много предприятий. А существует, понимаете, с попустительства того органа, кто этим должен заниматься. И любой Магнит отсюда уйдет через какое-то время, потому что он не выдержит конкуренции. Возможность которой создает фискальный орган. А что происходит? У меня приезжает турист, он сталкивается с определенным дискомфортом. Потому что он живет на серой финансовой стороне и он не принимает безналичную оплату. А где мы видели туристов современных, которые возят с собой наличность? Этого давно нет. Вы сталкивались с этим, что не можете оплатить картой? Здесь? Да. А вот это последствия вот этого всего. Поэтому в рамках развития туризма и в рамках создания безналичного Дагестана, вот программа «Безналичный Дагестан», мы пытаемся это реализовать, но... Вы станете врагом для очень многих людей, потому что... Уже. Это, опять-таки, тоже констатация, что это уже по факту. Вы вошли сюда с довольно скромным эскортом. Но, слушайте... Я пришел, сейчас я иду с улицы Каркмасова, я пришел пешком через огромное количество населения, которые идут на площадь, ну, окунуться в новогоднюю атмосферу, и совершенно спокойно, вот со мной был мой заместитель по информационному блоку, вот, и товарищ Дедственный Дагестан, и вот пришли спокойно через здесь все это население. Ну, вы не сможете такой проход сделать, если вы объявите чрезвычайную налоговую ситуацию, где все обязаны платить налоговую. Вы знаете, определенный запрос уже на это есть. И мы являемся муниципалитетом самым низким, ну, столицей, админисентром с самым низким подушевым финансированием. Вот, допустим, две или три девушки компании, это очень распространенная вещь, такой туризм, они отправляются в Дагестан. Они могут быть уверены в своей безопасности. Вам есть что сказать? Вот эти три девушки, предположим, у нас с вами прямая линия, они отправили этот вопрос? Я думаю, абсолютно, потому что сегодня у нас это имеет место быть. Очень много девушек приезжает, и я не слышал ни одного случая, что вокруг которого был скандал. Вот эти три девушки, да, они вам поверили, они отправились в это путешествие, ну, на машине, предположим, и ночь их застала в каком-то горном селении. Гостиницы нет. Что им делать? Ну, однозначно, я сейчас не скажу, не буду лукавить. Там придумывают какую-то ситуацию. Ну, вот, я, да, если я в такую ситуацию попал бы, то, ну, наверное, первую же дверь, ну, не я как мэр, вот здесь, наверное, буквально несколько лет назад, когда меня мало кто знал, да, мало кто знал, постучался в дверь и сказал, что меня застала такая ситуация. Я себе реально не представляю, что мне бы перед моим носом закрыли бы дверь. Меня бы по-любому пригласили бы, и я на всю жизнь остался бы проникшийся любовью и уваженник этой семьи, той заботой, которая бы меня окружила. То есть, она сегодня тоже есть. То есть, постучать в дом и объяснить ситуацию, это нормально, да? Давайте продолжим путешествие этих трех девушек из условной Москвы по Дагестану. Могут ли они курить публично? Им же можно не курить. А это, кстати, это Асфаб, это Махмахачкавы, Саламан. Это девочки. Там, кажется, самый красивый человек в Дагестанском уровне, но он с очень нетипичной штистой. Ребята сейчас очень много, на самом деле. Ну, у нас длинные волосы периодически в лук приходят, в силу разных там ситуаций. Есть даже такая интересная фотография, где Битлес изображены с длинными прическами с закрытыми ушами. в то время оно было очень модно у нас прическа. Сунна – это жизнеописание пророков и одно из таких подписаний мусульманам, что мы должны следовать поведению пророков. И в том числе пророк носил длинный волос. Пророк носил Продолжение следует... 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 Продолжение следует...